Продолжение следует... Для того, чтобы говорить о философии традиционной йоги, нам нужно рассмотреть основные тексты, первоисточники, по которым мы, собственно, можем судить о том, как изменялись или не изменялись, какие были основные цели практики йоги с глубокой древности до наших дней, и какие использовались техники, и с какой целью, то есть каково целеполагание. И когда мы рассматриваем традиционные тексты первоисточники, написанные на санскрите, естественно, мы начинаем, собственно, с текстов Вет, потому что это наиболее древние тексты, которые дошли до нашего времени. Сохранилось... Считается вообще, и упоминается это еще в древних текстах, что самих ведических текстов раньше было гораздо больше глубокой древности. Но до нашего времени сохранилось четыре основных собрания гимнов, четыре веды. Риг-веда, самая древняя, Яджур-веда, Само-веда и Адхарва-веда. То есть эти собрания гимнов достаточно толстые такие тома, и на санскрите, и они переведены на английский, и большая часть из них переведена на русский язык тоже. То есть была такая вот ученая-востоковед Елизаренкова, которая всю свою жизнь переводила Риг-веду, то есть самое древнее собрание гимнов с санскрита на русский язык. И она, в принципе, всю ее перевела. Вот, Яджур-веда во многом совпадает с Риг-ведой, то есть там очень много повторов. Вот, Само-веда это тоже гимны из Риг-веды и Яджур-веды, которые записаны вместе с дополнительными значками, показывающими, как правильно рецитировать, то есть как ставить ударение, там долгод и так далее. То есть там некий прообраз такой нотной системы есть, да, потому что ведические гимны нужно было рецитировать, то есть зачитывать правильным образом. Это были ритуальные тексты, которые использовались во время жертвоприношения божества, то есть с магической целью. Вот, эти тексты, они были именно, использовались как мантры, да, то есть чтобы, произнеся их, можно было получить какой-то результат. Поэтому очень важно было, чтобы ведические тексты рецитировались правильно. Вообще вся индийская традиция – это мнемоническая или устная традиция. То есть с глубокой древности все священные тексты заучивались наизусть представителями высшего сословия браминов, профессиональных жрецов и хранителей знаний. И записывать эти тексты стали достаточно поздно. То есть они могли существовать тысячи лет в устной передаче, и люди держали в памяти огромный объем этих текстов. Даже сейчас современные брамины образованные могут вам цитировать очень долго по памяти большие, прям целые тома этих текстов и книг. То есть эта традиция, она до сих пор еще продолжается. А раньше, видимо, было еще круче, то есть они могли держать в памяти вот эти вот достаточно объемные собрания. Потому что это было единственное занятие профессиональных браминов, жрецов. То есть они должны были хранить эти знания, передавать из поколения в поколение и практически использовать эти ведические гимны для ритуалов жертвоприношений божества. Потому что считалось, что получая результаты жертвоприношений, божества посылают людям разные блага. То есть если вы почитаете сами ведические тексты, сами веды, то вы можете легко понять содержание, о чем там говорится, потому что достаточно оно ясное. То есть божеств просят об урожае, о процветании, об увеличении поголовья скота, о победе в войне и так далее. То есть это те вещи, которые были насущны для древних людей. Некоторые гимны призывают божеств умилостить свой гнев, гневных божеств, которые представляют, олицетворяют силу урагана, как, например, Рудра, который впоследствии слился с образом Шивы. Потому что божество Шива, оно из южноиндийского, из древицкой культуры пришло. А Рудра – это именно североиндийское божество, описанное еще в Ригведе. Или там Варуна – бог вод, океанов, дождей и так далее. Индра – как бог грома и молнии, предводитель небесного воинства, богов. В основном гимны Вета посвящены некой коммуникации с божествами стихий. То есть божествами, которые олицетворяют основные силы природы. И все тексты Вета – это собрание этих гимнов или заговоров ритуальных. То есть это принцип, по которому построены разные методы шаманизма. Взаимодействие с какими-то высшими, тонкими существами с целью взаимной некой выгоды такой. То есть люди поклоняются божествам, чтобы получать какие-то вещи. А божествам нравится то, что люди делают в жертвоприношении. И это им приятно, и они в ответ на это посылают какие-то блага. То есть вот этот принцип взаимодействия в Ветах четко прослеживается. Около половины гимнов посвящено восхвалению галлюциногенного напитка Сома. То есть который употребляли жрецы для того, чтобы войти в мистический транс. Чтобы обрести способность общаться с божествами, с существами тонкого мира. И процессу выдавливания этой Сомы экстатическим состоянием, которые люди получают, значит, употребляют от напиток, что они чувствуют себя подобными богам, огромными, способными перемещаться в пространстве и так далее. Все эти гимны вы можете почитать тоже. И впоследствии Сома, как отдельное божество, его еще иногда отождествляли с планетой Луна. Потому что, согласно Айурведе, Луна влияет на рост растений и дает силу целебным, а не каким-то активным растениям. Поэтому впоследствии это тоже в индийской религии как-то стали соотносить с Луной. Рецепт Сомы неизвестен, считается, что он утерян. Хотя, судя по раскопкам, это был напиток на основе травы эфедра, то есть обладающей таким психоактивным действием. Потому что, во-первых, в самих ведических гимнах описывается процесс выдавливания сока этой травы. И, во-вторых, были найдены давильные камни в раскопках достаточно древних соследаний эфедры. Интересно даже недавнее исследование, что даже многие видели шиволингом, символ шивы. То есть там такое основание, иони, и сверху эллипс с амлингом. Сейчас это часто одно целое, делают из одного камня. Но в более древних традициях основание отдельно, а вот этот сферич в форме эллипса камень ставится на него сверху. И оказалось при раскопках, что также были устроены вот эти вот камни для давильные приспособления для изготовления Сомы. То есть этим камнем просто перетирали траву, и сок стекал вот через основание. Вот если вы видели шиволингом, да, там такой сток есть, как бы вот это иони основание называется, чтобы во время пуджа там молоко стекало и так далее. То есть вот прообраз шиволингома, судя по недавним исследованиям и раскопкам, это как раз давильные камни для изготовления Сомы, вот этого галлюциногенного напитка. Судя по всему, процесс вот этих ритуалов, да, с употреблением Сомы, он напоминал ритуалы, вот, которые используют в южноамериканском шаманизме, да. То есть эти вещества применяли только брамины, только с такими мистическими ритуальными целями. То есть это не было какое-то опьянение ради развлечения, там, для забавы и так далее. То есть Сому разрешалось употреблять только профессиональным жрецам, только вот для выполнения ритуалов. То есть для вхождения в такие измененные состояния сознания. И обычному человеку считалось, что он сойдет с ума, если будет употреблять Сому, поэтому ее рецепт держался в секрете. И поэтому, видимо, он не сохранился до наших дней, хотя некоторые авторы, вот типа Роберта Свободы, которые пишут об июрведе, о тантре, они иногда упоминают, что вроде бы как в каких-то семейных линиях аюрведических врачей, вроде бы в тайне, в большой это сохраняется и так далее. Но это все легенды. То есть на самом деле в ритуальной практике современного индуизма делаются ведические пуджи с использованием этих гимнов ригведы. То есть отчасти эта традиция сохранилась в первозданном виде, но вот что касается Сомы, это ушло как-то. Хотя большая часть гимнов ригведы, да, вот, ну, очень большой объем посвящен именно этому процессу. Вот это вам лекторы типа доктора Тросунова никогда не расскажут, да, когда они говорят, что там вот в ведах написано то-то, то-то, и рассказывают что-то свое, да, то есть не то, что написано в ведах. Вот, потому что на самом деле, ну, и то, что написано в ведах, это совершенно не то, что рассказывают вот данные лекторы, да. То есть Самхит и Вед, они доступны, то есть Учение Света, не Учение Тьма, То есть можно взять эти тексты и почитать. Другой вопрос, что это тексты не для чтения, это ритуальные гимны, то есть это не литература в обычном понимании, и даже не мифы народов мира, это именно гимны заклинания. То есть смысл чтения этих гимнов был в том, чтобы изменить какие-то вещи в окружающей реальности. То есть в чем заключается этот магический смысл? Они верили, что выполняя ритуал с прочтением этого гимна, они получают то или иное изменение в своей жизни. Например, была засуха, урожай гибнет, и тут пошел внезапно дождь. Значит, пуджа удалась. Боги вняли просьбам и посылают. Или там еще какие-то результаты. Большинство гимнов рет, они достаточно прагматичны. Они направлены на процветание народа, племени, на благополучие тех, кто выполняет эти ритуалы и поклоняется к божеству. Помимо этого, поклонение божествам считалось, что оно приводит после смерти в райские миры, где живут эти божества. Сварга лока или миры богов, которые считались гораздо лучше, чем жизнь на земле. Что там длинные, огромные, многотысячные или многомиллионные годы существуют, божества живут, и они не знают страданий, пребывают в наслаждениях и так далее. То есть, попадание после смерти в миры божеств, это считалось, согласно самим гимнам Вет, это считалось наилучшим исходом. Есть, конечно, не только гимны прагматические. Есть гимны, скажем так, метафизического свойства, то есть, посвященные неким философским вопросам. Например, знаменитый космогонический гимн. Космогония – это наука о том, как произошел мир, о том, что вначале было нечто одно, некое единое сознание, и ничего вокруг не было. Потом, значит, вот это единое начало создало воды, как бы мировой океан, потом живых существ и так далее. То есть, вот этот космогонический гимн, он описывает, как Бог-творец, некое единое начало создает вокруг себя мир со всеми разными, причем не только Землю, но и разные измерения. Там какие-то райские, значит, измерения, да, то есть, лока, да, то есть, иногда переводят слово лока как планета, но это неправильный перевод, это тоже вы можете встретить вот в основном в кришнаитских лекциях. Вообще, лока – это мир или измерение, да, это не то, что какая-то планета в мире висит, и на ней там расположен рай, да. То есть, это просто какая-то некая другая реальность, параллельная реальность, где вот существует, есть своя жизнь и свои обстоятельства этой жизни. И, соответственно, если это миры богов, то там нет страданий, там болезней, да, там, значит, там все существа наслаждаются, а если это миры людей, то там и то, и другое бывает, да, если это более низшие миры, то там живут демонические существа, где преобладает злоба и страдания, да, то есть, в их мире, в их жизни, да. Вот, но все это может, в принципе, располагаться параллельно, да, не то, что где-то далеко в космосе эти райские, значит, планеты существуют, это не в материальном смысле описывается, да. Вот, то есть, локи могут существовать, это как бы состояние сознания этих существ определяет ту жизнь, в которой они живут. Вот, поэтому, вот, тибетский буддизм, он тоже заимствовал концепцию миров или лок из индуизма, ну, поскольку буддизм возник в Индии и на основе индийской философии развивался, ну, привнеся какие-то новые идеи, что-то буддизм отрицал, что-то оставил из индуизма, вот, и там тоже система этих бог, она была заимствована и описана там, особенно в тексте таком, как Абхидхарма Коша Васубандху, это вот еще из индийских буддийских авторов, вот, еще до того, как буддизм пришел в Тибет, вот, и там, вот, в буддийских текстах часто примеры приводятся, вот, что такое локи, да, что, вот, течет река, например, да, и для разных видов существ они ее воспринимают по-разному, да, то есть, например, человек, он понимает, что это река, что у нее есть название, она течет там с каких-то гор и впадает там в такое-то море, да, там, что эту реку там можно переплыть, можно взять из нее воду, там, скипятить, можно там в ней помыться, постирать, еще что-то, да, то есть, у человека достаточно расширенное восприятие, если животное подходит, оно живет вот в локе животных, да, то есть, животные вроде бы живут на той же земле, но их сознание другое, поэтому их мир другой, вот, а многие вещи, которые человек понимает, они просто не понимают, не видят, этого для них нет, ну, какие-то вещи для них есть более важные, запахи, например, да, человек плохо чувствует, а для животного это целый мир огромный, и вот животное подходит к реке, и оно видит, что это вода, которую можно пить, да, или там можно переплыть, но больше оно уже не понимает, оно не знает название реки, что она течет с какого-то места в другое, а это животное не осознает, вот, если, например, там, в этих же тибетских текстах говорится, что существо из низших миров, то есть, всякие, там, демоны, там, бухуты, преды, пешачи, там, всякие черти, грубо говоря, да, то есть, существа с омраченным очень сознанием, у которых преобладает злоба, там, гнев, зависть, даже больше, чем у людей, да, в их сознании, вот, а им все доставляет страдания, потому что они полны злобы, да, и поэтому такому существу река представляется, вот, потоком гноя или раскаленной какой-то лавы, которая доставляет им только неприятные ощущения, да, то есть, потому что они находятся вот в своем, в этом адском мирке, да, и этот, и все им доставляет боли, страдания в этом мире, вот, таковы свойства их ума, они так воспринимают это, то есть, вот, а если божественное существо, да, из более высших измерений, из более высших лок, для него, для него река представляется потоком благоухающего нектара, там, да, то есть, вот этот пример, как бы, вот, он показывает, что эти локи все, это часто, может быть, одно и то же место, но в нем живут существа с разным сознанием, и они испытывают разные эмоции и состояния, да, от одних и тех же, может быть, даже предметов, да, вот, то есть, вот это вот более, как бы, понятное объяснение, что такое лок или мир, да, вот, в индуистской, именно, традиции, вот, еще, в сведических времен, вот, и в ведах большинство гимнов посвящено тому, чтобы после смерти человек мог попасть в локу богов, да, то есть, каким-то образом туда попасть, ну, его душа попадает, тело умирает физическое, а его душа попадает, и там, значит, пребывает в наслаждении вот с этими вообще не с высшими существами, вот. И есть упоминание о людях, которые практиковали то, что мы сейчас уже называем йогой, то есть, да, какие-то духовные практики, связанные уже не с тем, чтобы получить какие-то блага, да, там, процветание, много коров, там, много потомства и так далее, вот то, что в большинстве ведических гимнов просят люди у богов, да. Есть гимны, посвященные аскетам, то есть, людям, которые не интересуются уже материальными влагами, то есть, знаменитый, например, гимн косматые аскеты, да, то есть, кешин, то есть, имеющие, как бы, ну, это как дреды, как дреды, да, то есть, аскеты с дредами, как бы сейчас мы сказали, кешины, то есть, имеющие длинные спутанные волосы, буквально, переводится. Вот, где воспеваются, вот, что они одеты в грязные одежды, что они совершенно не привязаны, как бы, к накоплению материальных каких-то благ, и ходят то там, то здесь, они, как бы, странствуют тропами гандхарвов и абсар, там написано, а гандхарвы и абсары, это не божители, то есть, это музыканты и небесные красотки, делы, значит, которые услождают богов в райских измерениях, и вот эти аскеты могут своим сознанием подниматься в эти миры, и там могут, значит, общаться с этими существами, да, вот, аскет каждому богу добрый друг, там, в этом гимне говорится, то есть, они общаются напрямую с этими высшими существами, хотя на земном плане выглядят, как вот такие бродячие странники, не имеющие никакой собственности и так далее. То есть, вот, ну, это один такой гимн, например, в Ригведе есть, да, упоминается, что такие люди, вот, прообраз йогов, да, они были, но это не очень распространенное было явление, да, что они, вот, делают какие-то практики, они могут летать по воздуху, там, и так далее, то есть, у них есть какие-то ситхи, сверхъестественные способности, такие вещи упоминаются, вот, но никаких подробных описаний практик, собственно, этой йоги, да, в ведических гимнах мы не встречаем. Иногда только косвенные некоторые мантры, которые до сих пор активно применяются в индийской традиции, они косвенно напоминают нам о каких-то внутренних практиках, как, например, там, мантра «Побеждающая смерть» из Яджур-Веды, посвященная Шиве, она описывает процесс вывода сознания через верхние отверстия черепа, чтобы сделать осознанным процесс умирания, когда человек покидает тело, чтобы он вышел из тела осознанно, сохраняя, значит, концентрацию и направился, куда ему нужно, да, вот, то есть такие вещи есть, косвенно описанные, но они требуют толкования определенного. В основном же ведические гимны – это просьбы о процветании, то есть это своеобразный договор с богами о благополучной жизни на земле и, желательно, также еще более благополучной посмертной жизни. Вот об этом на самом деле говорят веды, а не о том, что юбку в пол надо носить. Мало того, в Ригведе содержится гимн, некоторые гимны ведические, они написаны женщинами, да, то есть там после гимнов часто указано, какой риши, то есть какой мудрец, просветленные вот эти мудрецы риши, считалось, что они не сочиняли эти гимны, а получали их в виде духовного откровения, да, то есть что это как боговдохновенные тексты, что это не плод какой-то авторской фантазии того или иного мудреца, а именно полученные им свыше, как бы. Именно поэтому тексты вед относятся к самому авторитетному разделу индуистских писаний – к Шрути, да, то есть к бога откровенным текстам. К Шрути относятся веды и упанишады, да, то есть вот упанишады – это тексты, которые вслед за ведами идут. Ну вот, остальные тексты тоже авторитетные, но уже называются смрити, то есть сочиненные по памяти, да, записанные теми или иными мудрецами риши. То есть они считаются, как бы, чуть поменее весомыми, чем веды и упанишады, да, вот Пураны, Сутры и Тантры относятся уже к смрити. И если идет какой-то религиозный диск подфилософский, то цитаты из веды и упанишады более весомыми считаются, чем из более поздней литературы, потому что чем древнее литература, тем она авторитиннее, да, то есть потому что в индийской традиции считалось, что чем более древняя литература, тем, что в те времена люди были ближе к Богу, к Творцу, да, то есть они еще не так далеко жили от момента творения, и у них связь с Богом была сильнее. Вот этот тоже момент часто спрашивают, что вот в ведах множество божеств, да, причем интересно, что в современном индуизме большинству из этих божеств уже практически не поклоняются, то есть не Индра, там, Варуна, Агни, Бог Огня, там, да, значит, Сома, вот этот Бог, вот этого галлюциногенного растения и так далее, они упоминаются вот в некоторых пуджах, ритуалах, как бы вскользь, да, но они не являются основными объектами поклонения, да, то есть эти ведические божества, они на самом деле уже отошли на второй план, и наиболее популярные божества, такие как Вишну и Шива, они в большей степени описаны в Пурану, то есть в ведах встречаются упоминания, но не так часто, вот. Современный индуизм, он основан в основном на Пуранах, на более поздних текстах, то есть это тоже не монолитная традиция, она развивалась, видоизменялась с веками, это тоже нужно понимать, вот. И вот нужно понять, кого называли богами, да, слово девата с санскрита переводится как существа со светящимся телом, то есть всех вот, всех таких вот мистических существ, которые находятся по своему уровню выше людей, они называли божествами, девата, да, вот, поэтому сюда входили и боги, и стихи, и как бы и все другие вот такие существа, которых они, возможно, могли воспринимать вот в этом мистическом, экзотическом трансе, да, то есть из которого они могли общаться. В то же время есть идеи о едином источнике и Творце, вот, как я уже говорил, есть космогонические гимны, где описывается, что вначале было одно единое начало, одно сознание, или один абсолют, да, в Апанишадах чаще всего его называют просто словом Брахма, то есть идея Бог-Творец, источник, да, вот, Брахман кончается на букву Н, есть еще Бог Брахма кончается на букву А, это другое, да, то есть это тоже не нужно путать. Вот, и получается, что в ведах мы можем уже проследить вот эту идею, что есть единый Бог-Творец, источник всего сущего, и он создает из себя, когда он начинает мир творить, он создает множество вот этих божеств, которые как бы являются его проявлениями, разные аспекты его энергии представляют, а также людей, там, животных, чертей, там, и прочее, весь, как бы, значит, ну, то есть асуров, демонов, да, и весь спектр живых существ, да, то есть идея о едином Боге, она есть, вот, но она не противоречит идее о существовании множества божеств как проявления этого единого Бога, то есть они как проявления единого начала рассматриваются. То есть это как бы и не монотеизм вот в таком понимании, как это там в христианстве, да, или в исламе, но это и не, как бы, вера в множество разных богов, как иногда пытаются это представить. Это и то, и другое, да, то есть индийская традиция не вписывается в рамки западного понимания в этом плане, вот, где, как бы, вот в ближневосточных религиях, там, как бы, вот, что мой Бог настоящий, а все остальные ложные, да, то есть там, как бы, там либо то, либо другое, а у индийцев и то, и другое, то есть возможно, да, все, все может быть, все можно вместить, вот. И, ну, то есть вот отчасти ведийская религия, и вот востоковеды так и говорят, ведическая религия, да, потому что именно то, что описано в ведах, это религия, которая вот заключалась в поклонении божествам с помощью чтения этих гимнов и выполнения огненных жертвоприношений, да, то есть огромные костры делались, и там возливалось топленое масло, там рис, мед, там молоко и так далее, то есть ценные продукты питания сжигались на огне, чтобы подносить божествам, да, это символическое поднесение всего самого ценного, что было, да. Вот. Иногда животных жертвоприношения тоже делали, то есть коня или быка приносили в жертву, то есть в ведической религии это было. Вот. Ну, жертвоприношение коня делалось там только для царя, значит, там, для благополучия царства. Вот. И иногда в статьях встречаются такие критикующие, что якобы даже человеческие жертвоприношения приносили. Вот. Но это не подтверждено совершенно историками, то есть это выдумки. Это, вот эта идея, что якобы в ведическое время там они приносили людей в жертву, она пошла от статей христианских проповедников, еще английских, там, немецких, восемнадцатого, там, века и так далее, которые пытались, конкурируя с индийской традицией, они пытались привить христианство, как бы, в Индии, да, и они пытались, как бы, выставить индийскую религию как какую-то такую языческую, демоническую и так далее, невежественную, какой-то, вот, значит, культы дикарей и прочее. Сознательно пытались ее, как бы, очернить. И они, например, брали гимну Пуруша Сукта из Ригведы, где символически описывалось возникновение сословий, вару. Там говорилось, что вот, как бы, что Бог-творец взял, сделал Пурушу первого человека, из его головы он сделал Браминов жрецов, из груди и рук сделал Кшатриев воинов, из живота сделал, значит, Вайшьев торговцев и землевладельцев, а из таза и ног сделал Шудр, то есть ремесленников и крестьян, да, то есть там символическое такое описание вот сословий. И они там говорят, что вот видите, человека расчленили, там, это вот описано, значит, жертвоприношение человека. То есть вот на таком уровне было, но до сих пор, как бы, статьи, особенно христианских авторов, современных, они эту чушь, как бы, с удовольствием повторяют. Ну, это делается... Ну, об этом как-то не думают, да. То есть это делается по политическим причинам, не потому, что хотят разобраться, а просто нужно как бы оклеветать как-то оппонента, да. Да, вопрос. Хотел спросить, любимые разговоры современных йогов о том, что, соответственно, в Вегах говорится, что йоги не дят мясо, бедитарянство. Что там написано на негативность? Ничего не написано. В Ведах нет предписаний вегетарианства, но они появляются в упанишадах и в более поздних текстах. То есть для ритуальной практики, то есть это не было предписанием. Это стало предписанием для людей, которые стали заниматься медитацией и пранаям. Вот. Вот там уже появляются эти вещи, да. То есть как бы в предписаниях по индивидуальной практике йоги появляются разные виды самоограничений. Вот. Потому что это благоприятно для достижения тонких состояний сознания. Вот. Судя по всему, ведические жрецы, они достигали этих состояний с помощью напитка сома вот этого. И там практически нету предписаний к каким-то самоограничениям. Наоборот. Если вы почитаете ведические гимны, это как бы очень такие жизнелюбивые, то есть они хотят всего, да. Вот эти вот авторы гимнов, да, они просят у божеств всего. Много женщин, много скота, много продуктов, там, много сомы, чтобы был запас, как бы, да, там, чтобы царство было большое, чтобы всех врагов убить вокруг, там, и так далее, да. Вот. Вы почитайте сами, о чем говорят веды. То есть не нужно, значит, посредников для этого, в принципе. Ну, понятно, что это перевод уже с ведийского древнего санскрита. Нужно еще понимать, что санскрит, на котором написаны веды, это не тот санскрит, на котором написаны более поздние тексты. Например, пхагаватгита и так далее. То есть древний ведийский санскрит отличается от классического санскрита. Он более архаичный, и его не так просто перевести. То есть современные, многие, значит, даже пандиты, вот эти ученые индийской философии в Индии самой, они многие не знают ведийского санскрита, не могут его переводить. Потому что они знают классический санскрит, более сложный, который ближе к нашему времени. И только специально, кто учит, это то же самое, что вот если бы вам сейчас дали текст на древнерусском языке. То есть вы как бы отдельные слова, может быть, поймете, но далеко не все. Также может различаться ведийский санскрит и классический санскрит, на котором уже более позднее произведение написано. То есть этим нужно еще специально заниматься. Елизаренкова переводила именно с ведийского санскрита. В мировой филологии есть целое как бы направление и уже оно века с 18-го, там уже существует с 19-го, ну конец 18-го, там 19-й век, именно по изучению вот этого архаичного ведийского санскрита. Ну и в Индии есть специалисты тоже. Вот. И, конечно, перевод, он как бы никогда не может быть стопроцентно точным, но он передает, по крайней мере, максимально, насколько это возможно, смысл при переносе одного языка на другое. Фактически, ведийская традиция, вот эта, она осталась в Индии в виде сословия, которое называют смарта-брамины. То есть там среди браминов, среди представителей высших каст, есть такое, как бы отдельно еще ветвь такая. Они живут и на юге, и на севере, то есть в разных штатах Индии можно их встретить. Это называется традиция смарта-брамин. То есть это брамины, которые считаются наиболее, как бы, ну, как рассказать, элитными, что ли, да, то есть которые наиболее родовитые, да, у которых их семейные линии, там, очень древние, очень тщательно наберегаемые, значит, включение туда представителей более низших сословий и так далее, да, там, передающие знания по семейной линии, там, детей с 4-х лет, начинают учить санскриту, пуджам и так далее. Вот эти смарта-брамины, они больше всего хранят вот эту вот практику выполнения этих медических ритуалов, да, то есть они, большую часть, как бы, этих ритуалов, кроме самых крупных, типа, вот этого жертвоприношения, коня, там, которые делали цари, там, с участием царской семьи, это все, конечно, исчезло уже. А вот эти вот ритуалы, которые можно сделать, как бы, более-менее в современных условиях, они выполняют. Яги вот эти вот, когда зажигают жертвенный огонь, они там могут несколько суток читать эти гимны, возливать топленое масло и так далее. Сейчас иногда в современной Индии богатые индийцы заказывают такие вот ритуалы, до сих пор я видел сам, когда поле целое, берут поле, просто, типа, футбольного, такой, участок земли, там делают эти кунды, вот эти вот, ну, для костров, такие, со ступеньками, очаги ритуальные, привозят там 200-300 броминов, вот, они, грузовик с топленым маслом, с такими бочками, жестяными, значит, полный топленого масла и все эти, рис, мешки, там, все, в огромных количествах. И вот там они могут неделю сидеть нон-стопом, они сменяют друг друга, одни пошли спать, другие продолжают ритуалы, они у каждого очага сидит там несколько десятков человек, и вот они круглосуточно читают эти гимны, вот, из Ригведы, из Яджурведы, и выполняют эти ритуалы. То есть это может быть сделано на заказ, кто-то хочет в своей жизни что-то изменить, там, и так далее, то есть это продолжают использовать. Вот эти вот смарто-брамины, они вот этим занимаются. Сами они в основном последователи Шинкарачарии, да, то есть вот известного проповедника восьмого века нашей эры, который проповедовал философию веданты, адвайто-веданты, основанную на Упанишане. Большинство смарто-браминов, они, вот с точки зрения философии, да, они последователи вот учения Шинкарачарии, адвайто-веданты. Вот. При этом они делают ритуалы для любых божеств. То есть они знают, как бы, любые ритуалы для любых божеств. То есть они могут делать это на заказ для любого, как бы, индийца, который хочет сделать такой ритуал. Вот. Вот они наиболее, как бы, наиболее близки, как бы, да, по своим знаниям с ведийской традицией. Вот. Большинство современных школ индуизма, вот, они основаны уже на Пурану. Мы до этого еще дойдем. Вот. И поэтому можно сказать, что ведийская религия, она частично сохранилась в современном индуизме. То есть какие-то вещи ушли, как вот это ритуальное употребление сомы, какие-то крупные жертвоприношения и так далее, какие-то масштабные, когда там царь там делал какие-то гигантские, да, которые многие месяцы могло идти, например, там, несколько тысяч человек задействовано. То есть такие упоминания встречаются, что вот они были огромные совершенно. Это, конечно, сейчас уже не применяется, да, но многое осталось. И многие мантры, Гайя-три-мантра, там, Махам-рин-чун-джайя-мантра, очень много мантр, которые используются широко во всех школах индуизма. Нужно понимать еще, что индуизм – это собирательное название для многих духовных школ, или сампродай. Сампродай означает линию ученической преемственности от основателя школы через живую цепь учеников и учителей до наших дней. Это называется сампродай. И индуизм – это условное собирательное название. Этих духовных школ много, и крупных из них там несколько десятков, и многие сотни всяких подшкол. И каждый из них имеет свою какую-то философию, опирается на те или иные тексты. То есть они могут довольно сильно друг с другом иметь разногласия в плане философии. И в самой индийской традиции это нормально совершенно. То есть плюрализм мнений для них – это обычное дело. Их это совершенно не смущает и воспринимается естественно, что в одной сампродай это вот так считают, а в другой – по-другому считают. То есть они считают, что так исторически сложилось, и кто какой сампродай исследует, тот такую философию и разделяет. А как бы что другое может другую разделять, если у него другая школа. Когда это приходит на Запад, все это сталкивается с другим менталитетом. Западные люди, они выросли в культуре ближневосточных религий, которые не приемлют никаких альтернатив. Любая религия отрицает другие ближневосточные традиции, другие считают ложными. Поэтому даже если люди западные выросли уже в современном мире, у них все равно какие-то подспудные идеи, вот эти они заложены. И когда они принимают какую-то индийскую традицию, они привносят в нее несвойственную индусам нетерпимость. То есть они начинают говорить, так же, как вот, если бы они были там какой-нибудь сторонники джихада какого-нибудь, да, что вот у нас там, типа, вот у нас, правильно, у нас вот настоящая-то истинная личность Бога именно у нас, а у вас-то все это не то, там, вы неправильно, там, вы заблуждаетесь и так далее, да. То есть вот это вот принимает именно на Западе как бы обостренные формы, потому что в самой Индии такого нету. То есть они вот в этом плюрализме растут, и они совершенно спокойно относятся, что там один к одному Богу поклоняется, другой к другому. То есть у них очень редко можно такое встретить, что человек подходит там к другому и говорит, что вот ты там в Шиве поклоняешься. Нет, типа, надо Кришне поклонять. Кришна самый главный, ты что, пойдем, как бы, там, я тебя спасу, там, да, а то ты в ад попадешь, да. Вот такого в Индии практически вы не встретите, за исключением горстки каких-то фанатичных сект, там, экстремальных, да, может быть, но в целом такого нету. Вот. То есть наоборот это считается достаточно странным, потому что свою духовную школу люди обычно по семейной линии получают. То есть если его родители в одной какой-то были сампродая, да, то есть и дети тоже, и это как бы уже как врожденный идет, и тем более зачем человеку это менять, да, с какой, собственно, стать. То есть как бы это естественный ход вещей для него. Вот. На Западе это принимает формы нетерпимые часто. Когда люди пытаются, значит, это называется празелитизм, да, в религиоведении. То есть попытка обратить другого в свою веру, причем такая настойчивая, да, если не сказать агрессивная, да. Это называется празелитизм, который индуизму традиционному не свойственен. То есть там как бы принцип такой, что если человек приходит, если ему интересно, как бы его могут посвятить в эту традицию. И большинство индийских школ они могут посвятить иностранцев на таких же как бы условиях, как и индийцев, да. Это тоже один важный миф, который часто транслирует, что чтобы быть индуистом, надо, значит, родиться индийцем, да. Но это большинство индийских школ так не считает. То есть это только отдельные персонажи, может быть, какие-то могут так считать. Вот. И на самом деле они могут принять и другого человека, если он сам пришел. Но сходить там и специально другим навязывать, это они делать не будут. То есть индуизм в целом не празелитическая религия. Они не пытаются расширять свою паству за счет других людей. Только естественный приток какой-то, да. Вот. и ну как бы мы немного отклонились, да, то есть это уже мы про современность говорим, то есть в ведической традиции наоборот, то есть там не то, что там расширять, наоборот, даже своим же людям из низших сословий было запрещено практиковать эти ритуалы. То есть как бы шудры не могли вообще эти знания получать, не могли знать мантр и так далее. и вайши там частично, а фактически только брамины и кшатрии могли значит вот эти гимны там изучать и эти ритуалы как-то использовали, да, потому что считалось, что это как мощное магическое оружие, да, его нельзя давать каждому в руки. То есть принцип действия был таков, что ты делаешь как бы этот гимн, да, этот ритуал и ты получаешь результат. Естественно, они не были заинтересованы в выводить это знание на широкие массы людей, да, вот эти элиты как бы общества, они держали их при себе, эти знания. Ну, поэтому иногда можно встретить в эпосах, что там в Рамаяне, например, упоминается, это что шудру там застукали за выполнением ритуала ведического и вот тут же казнят, как голову отрубают ему. И как бы это считается нормальным в их культуре, да, потому что он не имеет права это делать. Но это как бы относится к очень глубокой древности, да, постепенно это все видоизменялось. Вслед за ведами появляются другие тексты. К ведам написаны комментарии Брахмана и Араньяки. Вот, это книги, которые Брахманы описывают книги, как правильно выполнять все эти ритуалы, все подробности, то есть это инструкции для таких профессиональных жрецов, вот. А Араньяки книги для лесных отшельников, то есть для тех же браминов, жрецов, но которые хотят уединиться в пещерах, в лесах для личной духовной практики. И вот здесь мы уже встречаем, как бы акценты меняются, да, они ближе к нашему пониманию йоги, как практики самосовершенствования. То есть многие Араньяки, они совпадают с ранними Упанишадами, с уже философскими текстами, и даже общее название, там, Прихода Араньяка Упанишада, например, самая древняя из известных нам, да, то есть она, как бы, это и Араньяка, и Упанишада, да, то есть вот уже в текстах, комментариях к ведам появляются некоторые инструкции для личной практики, не для того, чтобы племя процветало или там больше было коров, а именно для того, чтобы возвысить свое сознание, да, то есть работа, скажем, с современным языком появляется работа с сознанием, вот, индивидуальная, да, а это и есть, собственно говоря, йога. Надо сказать, что слово йога-то это древнее слово, но в ведийских текстах оно не упоминается в плане духовной практики, да, йога-то контроль, узда, упряжь, то есть часто словом йога в древних текстах обозначает свою сбрую для лошадей, там, да, или еще что-то, или искусственное действие, требующее самоконтроля, например, мастерская стрельба из лука и так далее, или соединение связи двух элементов, например, двух планет в гороскопе, тоже называется йога и так далее, вот, йога, как духовная практика личного самосовершенствования, впервые в таком значении слово йога встречается уже в апанишатах, то есть это крупный раздел таких духовных философских текстов, которые современные ученые относят где-то значит начало их создания к 1500 лет до нашей эры приблизительно, если вегийские тексты иногда там 4500 лет до нашей эры датируют, то ранние апанишады считаются, что где-то 1500 лет до нашей эры появляются первые апанишады и апанишады сочинялись, как бы создавались, ну, они тоже считаются такими боговдохновенными текстами, то есть они плод мистического откровения разных риши, мудрецов, вот, иногда из уст божеств излагаются апанишады, например, катха апанишада беседа мальчика на чекеты с богом смерти ямы, то есть там основной текст философский излагает собственно бог смерти яма, сын бога сурьи, который отправился в подземный мир, да, есть такой миф, то есть что когда создавался, создавались разные миры, да, то нужно было назначить человека, который бы управлял загробным царством, ну не человека, но божеству, да, и один из сыновей бога солнца решил добровольно согласиться, никто не хотел идти туда в подземлю, да, и один из сыновей бога солнца решил, что вот он будет, да, и он стал вот богом смерти ямараджа, грозным божеством, которое заведует подземным царством миром мертвых и взвешивает плохую хорошую карму умершего человека с целью направить его туда или как бы обратно в мир людей или в какие-то райские миры или в подземные, да, вот это вот в индийской мифологии именно ямарадж этим занимается. Это разве был не первый гуменший человек ямараджа или там бог? Ну, вообще, я встречал версию, что это сын Сури, вот, что он, может быть, он прошел через смерть, как бы, чтобы туда попасть. Могут быть разные версии, нужно понимать, что еще обычно такие истории рассказываются в Куранах, а там об одной и той же истории вы можете найти самые разные версии, то, что Куран много и, как бы, ну, и вот этих версий тоже бывает довольно много, вот разных таких историй про божество, да. Вот. Но пока мы до Курана, еще пока мы до них не дошли, потому что у Панишада гораздо более ранний текст, чем Куран. это я просто некоторые такие делаю отступления. Буквально Упанишада означает знание, полученное сидя рядом с духовным учителем, или иногда толкует, как полученный устоп духовного учителя, потому что учитель сидел на возвышении, а ученики чуть пониже. то есть это устные знания, которые передавались людям, искавшим какой-то духовной реализации. Вот. Эти знания уже нацелены не на процветание в этом мире, да, и даже не на получение райских наслаждений. Они нацелены на более глубокие такие, да, моменты, на освобождение от страданий в принципе, да, то есть освобождение от цикла перерождений и смертей, очищение своего ума от обрачений и так далее, да, то есть четыре основные идеи пронизывают большинство упанишад. Первое это учение об Атмане и Брахмане, то есть учение об индивидуальной душе и Боге первоисточники. В упанишадах встречаются разные формы божеств, упоминается и Вишну и Шива и Ямарадж и Сурья и так далее, но ключевая идея, что за всем этим стоит один первоисточник, то есть Бог Абсолют высшее сознание, которое чаще всего обозначает просто словом Брахман, Брахман как высший Абсолют, как высшее сознание. Наличие разных божеств объясняется такими понятиями, как Ниргуна Брахман и Сагуна Брахман. Ниргуна Брахман это Бог Абсолют как высшее сознание, непостижимое восприятие человека, не имеющее понятной для человека формы или какого-то описания, то есть его можно только пережить и осознать что это такое можно только в непосредственном мистическом переживании в состоянии самадхи. То есть просто так своим понятийным аппаратом словами человек не может описать это. А Сагуна Брахман принимающий формы, то есть проявляющий себя в виде более-менее понятных человеку божеств. То есть божеств антропоморфных, то есть человекообразных, если попроще выразиться. Такие, как Вишну, Шива и так далее. Аватары Вишну разные. Барушурама, Рама, Кришна, десять вот этих аватар. Не все из них в человеческой форме, правда. Но наиболее популярны антропоморфные такие, которые приходили как в виде людей на землю. То есть опять же в этом нет противоречия. То есть это проявление одного и того же в разных формах. Поскольку человеку трудно охватить своим сознанием абсолютную форму Бога, источника, то он проявляет себя в виде разных таких божеств, более доступных для человеческого вообще понимания или просто чтобы он мог как-то свое сознание на них концентрировать. В панишадах это уже изложено. То есть это можно легко проследить, анализируя философию паниша. И основная идея в этом первом пункте, я сказал, четыре основные идеи. Все панишады тем или иным способом эти четыре идеи обсуждают и объясняют, что атман или индивидуальная душа это проявление высшего источника в каждом живом существе. То есть как иногда пишут как солнце и его лучи, которые распространяются повсюду, но лучи не отдельные от солнца. Луч существует только пока он связан с солнцем. Он не может существовать отдельно. Если брахман рассматривать как солнце, то души в каждом живом существе душа находятся и это как луч от этого солнца отходящий. Они постоянно связаны, они имеют одну природу, но каждый человек или существо воплощенное в материальном теле забывает это. Это как бы попадая в плотный физический мир человек или не только человек, но и животное и так далее. Любое существо, обладающее тем или иным телом, оно теряет понимание своей истинной природы, своего истинного Я. Поэтому пребывает в страданиях и невежестве. Отождествляя себя с телом, человек испытывает все связанные с телом страдания, не понимая, что это его временная оболочка. В то время, как истинным Я человека, согласно Панишадам, его истинной сущностью является Атман или Душа, иногда еще используют термин Пуруша, например, в Йога-Сутрах, как синоним этого истинного Я. А тело рассматривается как одежда, как временная оболочка. Но попав в эту оболочку, человек как бы начинает отождествлять себя с этой одеждой. И поэтому сильно страдает. Если вы отождествляете себя с курткой со своей и куртку вдруг вы порвали, то вы будете сильно убиваться. очень. В этой связи мне вспоминается история, как лет 10 назад я проводил зиму на озере Байкал на острове Ольхон. И там был турист немец один. Мы жили на турбазе и он приехал как фотограф какого-то немецкого журнала, который рекламирует туристическое снаряжение. его задача была снять разные образцы туристического снаряжения на фоне зимнего Байкала этих льдов и так далее этих красивых пейзажей. У него были с собой снегоступы, какие-то штаны, то, сё. И была какая-то суперкуртка, очень теплая прочная куртка, которая позиционировалась, что она для экстремального туризма очень крутая. И мы поехали на УАЗе на лёд, поехали по льду Байкала, чтобы найти красивые ледяные скалы. Там бывают таратаросы ледяные, как огромные кристаллы, так лёд сдыбается. и на фоне кристаллов нужно было сделать фотосессию в этой суперкуртке. Но вылезая из автомобиля УАЗ Буханка, этот немец спиной зацепился за какой-то болт и полностью всю спину разорвал на этой суперпрочной куртке. И он очень переживал. он сильно отождествился в тот момент. Потому что он должен был во-первых вернуть всех. А во-вторых он переживал, что это будет видно на снимках. Мой приятель позировал в этой куртке и мы очень следили, чтобы весь этот по диагонали огромный разрыв не попал в камеру. Испытание УАЗом это немецкое пухо не выдержало. Куртуризм оказался экстремальнее, чем рассчитывали производители. И вот, то есть как бы в Пхагавадгите, например, которая в популярной форме излагает философию основных Упанишад. Там из Катха Упанишады прямые цитаты из Бриха Дораньяка Упанишады устами Кришны, как Кришна излагает Арджуне практически прямые цитаты из Упанишада, особенно в первых главах Пхагавадгиты. И вот он об этом говорит в художественной форме, когда Арджуна боится, что он убьет воинов в сражении, не возьмет на себя грех убийства близких ему когда-то людей, оказавшихся силой политических причин на противоположной стороне фронта из-за передела земель, этих царств. Ему Кришна говорит, что ты скорбишь о неподлежащем скорбь. Никогда не было так, чтобы не существовал я или ты или эти цари. И в будущем мы все не прекратим существование. Потому что Кришна видит это с позиции Атмана в душ. И он понимает, что Атман убить невозможно. Поскольку он создан Богом и обладает природой Бога, а согласно Панишадам он тождественен фактически к Брахману. Поэтому есть мантры из Упанишад Таттвамаси Ты есть Тон. Ты есть Брахман. Вот. И с этой точки зрения смена тела не является чем-то значит как-то сказать вредным для Атмана. То есть это просто временная смена как бы одну куртку снял другую надел с точки зрения этой философии. То есть это не является каким-то драматическим событием. И вот он ему говорит Кришна Аржуне как воплощенный в теле проходит детство юность старость так он переходит в другое тело стойкого разума это не вводит в заблуждение. То есть что тело стареет как бы уходит разрушается Атман обретает следующее рождение в соответствии с накопленной кармой. То есть обстоятельства его следующего воплощения это плоды его кармы. Это вторая идея которую еще одна скажем так идея которую панишады объясняют. Потому потому что в ведах подробно эти вопросы не затрагиваются в самих самхитах вед. То есть там есть учение о бессмертии души то есть учение о загробной жизни попадании в миры но там нету какого-то подробного рассказа о законе кармы. Может быть косвенные какие-то есть там что можно толковать но вот так детально это не разбирается. Косвенные какие-то знания могут быть. И вот помимо вопросов Атмана и Брахмана то есть существования души и Бога Творца источника в панишадах разбирается вопрос кармы закона причины и следствия. Ну это учение оно красной нитью проходит через сентийские тексты и оно же заимствовано буддизмом тоже из индийской традиции и других религиях там джайнизм и так далее все это есть то есть это достаточно просто потому что закон причины и следствия он понятен что посеешь то и пожнешь да какие действия человек совершает то есть соответственно он такие плоды он получает в следующем воплощении иногда и в этом же иногда в следующем да вот с этим связано уже принцип кармы йоги как действие без привязанности к плодам который в той же гите Кришна в третьей главе значит объясняет как действовать не создавая новый карм действовать без эгоистической мотивации без привязанности к плодам поскольку не само действие создает карму а мотивация с которой оно совершено вам больше влияет даже чем само действие и насколько оно сделано со смыслом или из корыстных побуждений или значит с целью принесения блага другим существам то есть в этом разница еще одна идея которая в упанишадах рассматривается это идея перевоплощения души реинкарнации она тесно связана с законом кармы потому что собственно говоря именно существование закона кармы является причиной реинкарнации чтобы человек получил те плоды которые он который он заработал своими действиями получает следующее рождение в котором уже эти плоды отрабатывают и этот процесс это как бы как говорится предложение от которого невозможно отказаться то есть пока существует накопленная карма то человек будет воплощаться не обязательно в теле человека но в каких-то телах где он будет получать плоды но к сожалению не только получать но и создавать параллельно следующую карму если он действует неосознанно то соответственно он эту карму одновременно отрабатывает и тут же другую создает и значит он снова будет воплощаться и отрабатывать уже другую но будет создавать третью и этот процесс может быть бесконечным поэтому его и называли колесо сансары цикл неконтролируемых воплощений и смертей то есть когда человек все это делает ну как бы он автоматически идет проходит через этот цикл не понимая что происходит то есть он не контролирует не осознает этот момент вот и так будет продолжать может продолжаться очень долго пока он не начнет понимать понять он может только реализовав как бы познав свое истинное я что он является админом разотождествившись как бы с телом и материальными аспектами существования тогда начинается процесс очищения сознания который приводит в идеале к стиранию накопленной кармы ее не нужно отрабатывать ее можно огнем йоги сжечь как в йога-сутрах Патанджили например проводит такую метафору что корме самскары отпечатки в уме связанные с пережитыми событиями с совершенными поступками как зерна которые прорастают в свой срок это закон природы закон кармы рассматривается не как какая-то карающая рука господа а как просто универсальный природный закон как закон которому существует вселенная поэтому вы можете встретить в апанишадах даже упоминание что божества тоже имеют свою карму хотя они существуют как бы на более высоком уровне чем люди но они тоже подвержены на своем уровне тоже закону кармы и кроме самых высших проявлений которые близки к источнику понятно что брахман рассматривался свободным от кармы как сознание которое собственно все это создало в том числе и закон кармы создало поэтому оно само как бы вне этого вот и соответственно путем самореализации человек мог избавиться от оков кармы от влияния материального мира и таким образом восстановить свою истинную природу как вспомнить себя что он является атманом кто он есть на самом деле это и был процесс йоги да то есть собственно йога для древних это был вот этот процесс то есть восстановление своей идентичности истины да то есть как бы восстановление понимания своей истинной природы которое временно замутнено попаданием в материально в материальный мир в плотное тело которое ограничивает возможности сознания вот все остальное это просто инструменты на этом пути да хатха йога раджа йога там кундалини йога и так далее там мантра йога тантра йога янтра йога и прочее 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 да то есть это разные технические методы психотехники разные практики все они должны были вести к одной вот этой цели да и она еще в панишадах упомянута и она же как бы в дальнейшем развивается в других текстах связанных с йогой вот это приводит к освобождению от страданий да вот самореализация приводит к освобождению от страданий освобождение от кармы подразумевает и разумеется и освобождение от страданий почему этому уделяется внимание, потому что это основная мотивация человека для самосовершенствования. Он вообще интересуется духовной практикой и как-то хочет что-то изменить, только потому, что он страдает. Если бы все было отлично, то и менять-то ничего не надо. В этом ловушка попадания в... о чем даже в тех же панишадах описано, и в Гите, вот там Кришна это пересказывает тоже Арджуне. Он говорит ему, что те, кто выполнял ведические ритуалы, да, они получают заработанные плоды, попадают в райские миры, где живут тысячи или миллионы лет. Но когда их хорошая карма заканчивается, то есть они как будто деньги свои потратили все, и их под зад коленом сбрасывают обратно в более низкие измерения, в миры людей и так далее, и они снова должны как бы страдать, и пока это не натолкнет их на путь самопознания. Потому что накопив благие заслуги кармические, но не имея мотивации к самореализации, они будут просто наслаждаться, пока это возможно. как человек, которому дали там кредитную карту там с большой суммой денег. И он там в Майами поехал, там ждет, гуляет, там, да, по казино, там, все, но это все как бы продолжается, все его любят, да, куча женщин там у него, или мужчин, там, зависит от его, как бы, значит, пола, да, кто это там прогуливает эти деньги. В общем, все, что он хочет. Яхты, самолеты, все, пожалуйста, да, но как бы, но только с одним небольшим условием, пока на это есть деньги, да. И вот деньги он потратил, и вдруг у него все отнимают, все уходят от него. Вот, и как бы никто его не пускает, не кормит в ресторанах, и так далее. Вот. Ему приходится понижать свой социальный уровень, вольно или невольно, да. Вот. Это, ну, как бы, такая ироничная схема, как бы, ироничная аллегория, попадание вот в эту сваргалоку, как в миры богов, как ее, вот, например, объясняет Кришна Арджуна, да, что такие люди могут в этих мирах наслаждения и счастья, ну, там не имеется, потому что там грубые такие наслаждения, да, то есть, понятно, что речь идет о каких-то более тонких состояниях. Но если нет стремления к абсолютной свободе, к мокше, да, к освобождению от любой кармы, в принципе, то хорошая карма тоже, она, на нее человек залипает, и он тратит ее, пока не закончится она. В этот момент, пока он ее тратит, у него нет мотивации развиваться дальше, потому что все отлично и так, да. Этот путь не считался каким-то неправильным или греховным, да, то есть считалось, как бы, и в той же гите вы это можете увидеть, что это допустимый путь, если человек этого хочет, просто он должен понимать, что ему придется вернуться все равно, что даже, как бы, сколько бы он ни накопил, если вот этих кармических заслуг, если у него нет стремления к полному освобождению, то его опять вернут, Вселенная его вернет на ту точку, где он вынужден будет начать понимать, что единственный выход от этой всей чехарды, то есть это полное освобождение или мокша. Слово мокша или мукти обозначалось именно вот это полное и окончательное осознавание и постижение себя как Атмана. Таким образом, полное освобождение от кармических плодов и необходимости воплощаться в таких вот, значит, мирах, где действует закон кармы. Можно вопрос? Да. С чем самадхи от мокши можно? Самадхи – это состояние, которое приводит к мокши, да? То есть самадхи – это, это очень трудно тоже перевести одним словом, самадхи иногда переводят как сосредоточение, но это тоже не отражает смысл, да? Вот, потому что, например, дхарана, концентрацию ума, это тоже по-русски как сосредоточение, и в чем тогда разница? А разница есть. В этом проблема, санскритские термины очень емкие, и в европейских языках часто нет адекватных аналогов для описания, потому что европейская философия выросла из христианской культуры, и многие практики там просто отсутствуют, да, из состояния. Вот, из-за этого терминологии не хватает, вот такой вот. Ну, а, например, Йогананда пытался описать, например, самадхи термином состояние сверхсознания, да, то есть когда, когда обычный ум человека полностью неподвижен, да, его практически не присутствует, но в то же время осознанность, она проявлена, и даже на более высоком уровне. Вот, то есть как бы работает не обычный ум, а высшая, высшая часть нашего сознания, вот, иногда ее называют будхи в текстах, да, то есть как бы ум человека в текстах делят обычно на манас и будхи, то есть манас — это обыденный, оперативный ум, а будхи — это высшая часть ума, которая постигает какие-то духовные истины, и как бы она не связана с интеллектуальным анализом, а прямое постижение, да, присутствует. Вот, так можно приблизительно это, значит, описать. И самадхи, там, в тех же йога-сутрах, оно упоминается в упанишадах, самадхи, но не так дотошно, как в йога-сутрах, то есть там просто упоминается это состояние. И в хагавадгите тоже Кришна упоминает этот термин самадхи, да, там, он упоминает йогов, достигших самадхи, да. Вот. Но в йога-сутрах их наиболее детально мы можем найти, то есть разные стадии этого самадхи, то есть от более начальных до самых, как бы, высших, включая окончательное дхарма-мекха-самадхи, то есть состояние, когда уже происходит вот это, собственно, это мокша, да, или кайвалья, там, в йога-сутрах используется термин кайвалья, но это то же самое, что мокша или мокти. Освобождение, обособление, отделение, да, от чего освобождаются. От кармы и влияния трех гун, то есть влияния материальной природы. Мы еще не сказали о трех видах кармы. Ну да, три вида кармы, да, но это вы хотите узнать про три вида кармы? Неужели просто высказать, что не так, 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 а не сказать, что есть, там, варианты. Ну, варианты это... Да, да, прарадха карма, санчита карма и агами карма. Вот. Но это три вида, как бы, это такая базовая классификация, потому что, например, в религии джайнов, например, там более ста, там, видов кармы они описывают, очень детальных тоже. Есть джайнские сутры, они особенно заморачивались на вопросе кармы, там, наиболее дотошное описание, это у них, джайнизм. Джайнизм это религия, которая возникла, ну, чуть раньше буддизма, там, и во многом была предшественницей буддизма. Ну, сейчас мы не будем в это удаляться, да, то есть, ну, основные три вида кармы, прарадха кармы, это карма рождения, то есть, это уже накопленные вами плоды, которые обуславливают обстоятельства вашего рождения. Где вы, в какой стране рождаетесь, в какой семье, с какой генетикой, да, у каких людей, это все, как бы, прарадха карма. Это уже изменить не можете, поздно бить боржоми, когда почки отваливаются, да, то есть, как бы, нужно было раньше, значит, думать, если вам не нравится, где вы родились, там, и в какой семье, то придется принять это как данность и работать с тем, что есть, да. Вот. Как говорил Денис Аркадьевич Зенечковский, известный московский йог, в документальном фильме «Русские йоги. Кто они?» Вот, он сидит в избе, там, у себя, в Подмосковье, у него огромный шеволингом, стоит за спиной, там, трезубец, и он журналисту говорит, ну, мы-то родились здесь, а это уже диагноз. Но он имел в виду, как материальный мир в целом. И прорабдха карма сформируется действием, да, и уровнем осознания человека в прошлых воплощениях. Отчасти он сам, на самом деле, ну, отчасти человек сам выбирает свое будущее рождение, вот, в регрессионной терапии, вот, уже в современной эти вещи даже более интересно как-то и подробно изучены, чем мы можем найти в древних текстах. Но этот выбор, он тоже вот такой, от которого особо не откажешься. Другой вопрос, что выбрав как бы в том состоянии между воплощениями, в этом состоянии человек как бы не помнит, что он выбрал и зачем. Поэтому может сильно недоумевать, какого хрена вообще здесь оказался. В этом тоже есть определенный урок кормить, чтобы он это осознал в течение жизни. Ну, сейчас погодите, я сейчас расскажу про карму, а то мы собьемся, потом спросишь. Вот, значит, санчита карма это сценарий вашей жизни, это карма, которая разворачивается в ходе вашей жизненной, жизненного вашего кинофильма, скажем так. Кармический кинофильм, хороший термин. То есть, здесь как бы определенные кармические семена прорастают, вот как Патанжели писал, что кармические зерна прорастают в свой срок. Но это не фатализм, фатализм это учение о том, что ничего изменить нельзя, судьба. Что злая судьба, значит, как любят говорить люди в местах заключения, что, а я что, судьба такая. Вот так злая судьба забросили сам-то ничего не делал, как бы судьба и так далее. Вот. В учении о карме нет фатализма вот в таком понимании, что все вообще как бы предначертано и не человек как марионетка, который не в состоянии ничего изменить. Если бы так было, то не было никакого бы смысла ни в йоге, ни в каких практиках. Зачем что-то практиковать, если ничего изменить нельзя. Есть определенное как бы соотношение, да, то есть какие-то вещи изменить достаточно трудно, если это весомые какие-то кармические плоды, а какие-то можно на них повлиять. Даже весомые можно облегчить, если правильно действовать, с правильным сознанием, а какие-то кармические зерна можно нейтрализовать. Тот же Патанджали, говоря об этих зернах, он говорит, да, зерна прорастают в свой срок, но на огне йоги можно их поджарить, да, то есть и они не прорастут. То есть есть методы данные божествами, мудрецами и так далее, да, то есть Риши написали вот эти панишады там, да, йога сутра и прочее специально с целью как бы дать человеку возможность изменить эту ситуацию. Но для этого нужно самому радикально поменяться. То есть это уже невозможно просто заговором и приговором каким-то поколдовать и все значит отлично. Нет. Чтобы изменить свою карму надо измениться самому, причем довольно сильно. Поскольку задача закона кармы не карать, а как бы учить. То есть это грабли, которые наступая на которой человек наконец-то начинает что-то понимать. Один раз наступил два, три, четыре, потом он задумался что же такое-то? Почему все время бьет по голове? Дело это идет другим путем. Несколько шагов в сторону прошел, уже не ударило. Нащупал значит ага, можно по-другому. То есть это кармические уроки так называемые. То есть эти ситуации они которые происходят они происходят основная их цель это направлять человека к необходимости изменяться в лучшую сторону. Поэтому карма жизни может быть подкорректирована если человек этим занимается осознанно. образ жизни отношения к другим существам практики очищения своего сознания от омрачения все это может значительной степени подкорректировать. Некоторые учителя в Индии говорят что 50 на 50 можно менять карму жизни. То есть какие-то вещи все-таки не получится изменить но какие-то можно значить. Васиштха он даже карму сменил не совсем так его признали равным браминам он ее не смени ну как бы варну это как бы вопрос статуса просто это как бы тоже игра своеобразная и агами карма это карма будущего которая создается в каждый момент вашей жизни вашими текущими поступками как вы поступаете в той или иной ситуации приносите вы благо другим людям или все гребете только под себя там мучаете ли вы других там действуйте им на нервы или по мере возможности помогаете вот все это как бы маленькие крупинки кирпичики из которых складывается ваша будущая карма ну а для йога на продвинутом уровне предписано освобождение как от хорошей так и от плохой кармы для обычного человека бесспорно наличие и преобладание хорошей кармы благоприятным лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным это доказывать никому не надо вот но когда речь идет о полном освобождении от цикла перерождения и смерти хорошая карма тоже может сыграть свою роль она будет привязывать к благоприятным удачным рождением поэтому для людей которые вышли уже на такой уровень что они в целом готовы самоосознаться до конца самореализоваться этому невозможно заставить или бесполезно это проповедовать проповедь существует только на человеческом уровне с целью получения какой-то выгоды от тех кого ты привлек в свои ряды то есть в плане вот этого духовного познания только когда человек созрел он получает тот или иной уровень осознанности то есть он к нему приходит естественно путем потому что бесполезно это внушать если человек как бы изнутри этого не чувствует ты ему можешь сто раз объяснять но он все пропустит на ему уши и будет делать все равно так как уровень его сознания позволяет то есть поэтому даже там истории что у Будды там просветленного существа были ученики которые там продолжали делать какие-то корыстные вещи там плести интриги там еще что-то еще что-то никакого просветления не достигли находясь у стол даже такого великого учителя потому что если они кармически не созрели не приблизились то не сработает ничего никто за вас не может вас просветлить то есть могут только взять деньги и наврать что как бы вам там благословение дадут и вы просветлили что делают в Индии часто вот такие коммерческие учителя то есть там разные есть да там калки аватар там в Табиннаду какой-то дедушка который там 5000 долларов берет там целая секта там вот 5000 долларов берет и якобы там просветляет значит положив руку на голову и так далее люди ведутся потому что как бы все равно остаются люди которые думают что это можно купить да то есть они думают что можно без всякой личной практики там без серьезного изменения себя вдруг раз и купить просветление ну конечно всегда найдутся люди которые вам как бы в кавычках будут готовы продать если есть как говорится клиент то и продавец найдется и вот это три вида кармы основные да карма рождения карма жизненного сценария и карма будущего хорошая карма на высшем уровне считается тоже что это не препятствие но то от чего надо отказаться потому что иначе человек как бы будет перерождаться и вкушать плоды этой кармы а если ему уже не нужно перерождаться в телах людей то зачем ему это нужно да это единственное исключение которое допускается то что в буддизме называется бодхисаттвой да но это как бы или в индуизме это иногда вот в виде аватаров излагается что божество само приходит в тело вот или возвращаются какие-то мудрецы там или они просто очень долго живут да то есть легенды там что они могут жить там тысячи лет не уходят из тела ну как бы это когда говорят о решив древности например не уходят из тела нет не совсем чтобы чтобы продолжать обучать дживан мукти это освобожденный при жизни это человек который достиг самореализации оставаясь в физическом теле и как бы он может уже уйти в принципе из тела оно ему больше не нужно но он сознательно в нем остается значит чтобы там продолжать учить или как бы или потому что не привязан он ни к уходу ни как бы ему все равно как бы нет никаких привязанностей вот но это дживан мукти это человек который в этой жизни достиг реализации вот а это не тот кто там осознанно переродился да то есть но в индийской традиции нет такого четкого термина вот как бодхисатва у буддистов да то есть такие вещи иногда встречаются но вот такой прям отдельного термина я не встречал то есть у буддистов это именно стало конкретной такой целью да вот в буддизме Махаяна по крайней мере вот которая уже вторая ступень развития буддизма в Индии первая была Тхировада собственно который сам Будда обучал потом уже тантрический буддизм Махаяна там появляется уже после смерти Будды он возник и там появляется идеал бодхисатва вот значит таким образом в Упанишадах мы уже все основные вещи как бы целеполагания йоги мы видим но там нету подробного описания технических каких-то моментов большинство ранних Упанишад упоминает просто медитацию на свое истинное я на атму и иногда упоминает еще задержку дыхания без конкретного описания техник да то есть просто контроль дыхания или остановка праны и опаны иногда говорится где под праны и опаны подразумевается вдох и выдох в ранних текстах обычно под праны и опаны подразумевали вдох и выдох потом появилось более детальное описание вот этих пяти праны там суп праны и так далее то есть детальных техник нету но есть целеполагание основные можно сказать что Упанишады говорят о раджи-йоге о йоге работы с сознанием в дальнейшем в дальнейшем появляются тексты более технически подробные да сами Упанишады составлялись начиная вот там с периода полторы тысячи лет до нашей эры вплоть до раннего средневековья это очень длинный период позднейшие Упанишады датируются восьмым девятым веком нашей эры и они называются чаще всего тантрические Упанишады потому что там описываются методы тантрической йоги слово тантрическое пусть не вводит вас как бы в неправильное понимание в индийской традиции тантрические обычно это методы работы с тонкой энергией с чакрами с каналами мудрыми бандхами и так далее то есть в западном понимании это слово ассоциируется с какими-то сексуальными практиками но это уже значит коммерческое нововведение которое уже в 20 веке придумали разные белые люди предприимчивые что они якобы обучают тантре там разные парные практики и так далее все это выдумки как бы белых людей уже середины 20 века в тантризме есть упоминания каких-то сексуальных практиков но очень немного и может быть процентов 5 а 95 это просто работа с чакрами с каналами вполне себе индивидуальная да и тантрические практики сексуальные это были ритуальные практики то есть они не связаны с эротизмом с каким-то значит и так далее с сексуальностью как бы в бытовом понимании они вообще никогда не связаны то есть это какие-то ритуалы как бы куджи там и прочее выполняемые в паре в тантрических упанишадах вы можете много встретить то есть есть книга Бориса Мартынова упанишады юги и тантры где он перевел целый ряд тантрических упанишад они все посвящены работе с чакрами с каналами перенаправлением праны это и есть традиционная индийская кундалини-йога не та кундалини-йога которая йоги-баджана да которую американская система как бы уже ну йоги-баджан был сих индейц но он свою систему придумал уже в Америке в 60-е годы вот и просто он ее назвал кундалини-йога для привлечения внимания а так это и была авторская его система которую он составил из разных кусочков разных практик и так далее а кундалини-йога которая всегда существовала в Индии она описана именно в тантрических упанишад и это именно высшая часть хатха-йоги это то же самое что описано в последней главе хатха-йога прадибики там где физические практики переходят в энергетические система мудр банк кумхак концентрация на движении энергии в каналах активизация чакр вот это тантрические практики их задача в принципе привести к такому же состоянию самадхи то же самое что в йога-сутрах описано состояние нервикальпа самадхи высшему состоянию самадхи которое дает полное освобождение вот и просто добавляются еще методы дополнительные помимо работы с сознанием еще как бы скажем энергетические какие-то техники добавляются целеполагание в принципе то же самое вот просто арсенал практик расширяется возможно эти практики и раньше существовали но были записаны именно в средние века потому что у Патанжили есть отдельные упоминания проскакивают термины словечки явно из арсенала тантрических текстов у него например нет ничего про кундалини но упоминается набхи чакра пупочный центр то есть учение о чакрах во времена Патанжили уже существовало по этой шлоке можно понять например говорится что при концентрации на набхи чакре то есть манипура чакра пупочный центр человек познает систему канала нади это есть еще в йога сутрах иногда некоторые авторы говорят что Патанжили это классическая йога а вот все вот эти дантры значит хатха-йога прадипика и прочее это поздняя тантрическая йога это разные системы это спекуляция то есть на самом деле просто эти тексты описывают разные как бы взгляды на процесс то есть разные типы практик если почитать внимательно Патанжили то многие термины там упомянуты которые в тантрах встречаются просто он не занимается этим вопросом в этом тексте надо сказать что до нас многие тексты не дошли просто то есть йога сутры дошли например известно что йога сутры это не начало а продолжение какого-то корпуса текста в других источниках упоминается что йога сутры были как бы где-то в середине были какие-то более начальные тексты что-то шло после упоминается что был учитель Патанжили Хиране Гарбха и он тоже что-то писал но просто эти тексты до нас не дошли вот и тантрические тексты они описывают хатха-йогу вот в ее как бы древнем понимании когда упражнения с телом с дыханием вот с задержками дыхания мысленная концентрация на энергетических центрах и каналах должны были привести к процессу активизации энергии кундалини которая приводила человека к состоянию нервикальпасамадхи финальная цель была та же самая если вы откроете хатху и гапрадипику последние шлоки это очевидно там к сожалению тантрическая йога она не поддается реконструкции из самих этих текстов тексты написаны в очень аллегорической форме без носителя традиций живого который по линии преемственности эти знания получал вот и передает их расшифровать многие места практически невозможно они написаны столь аллегоричным языком что можно перевести и так и эдак и как бы нет гарантии что перевод будет правильный тантрическую йогу держали в тайне из-за того что эти методы были достаточно опасны при неправильном выполнении вот если вернуться к обзору текстов то вот мы с вами смотрели веды упанишады да а следующий текст это пураны и эпосы которые по времени они считалось что они формировались их окончательное формирование это первые века нашей эры но ими мы сейчас заниматься не будем там тоже есть иногда описание разных йоговских вещей во первых та же бхагавадгита как одна из глав махабхараты крупнейшего эпоса вот есть еще там другие гиты тоже есть там в рамане есть шивагита например есть шримагбхагаватам есть утхавагита и так далее есть аштавакрагита есть дживанмукта гита дататри есть утхавагита я уже говорил ну в общем разные есть вот эти вот тексты как бы внутри пуран сами пураны это литература уже такая мифологического характера то есть это приключения истории из жизни божеств она во многом литературна уже это не учебники такие вот сухие по практикам а художественной форме излагается но в уста божеств вот в этих писаниях там вкладываются часто те же самые поучения из упанишат и так далее обычно более простым более доступным языком пураны явно предназначались для более широких масс населения вот отсюда литературный характер изложения и большой акцент на бхакти йогу поклонение божествам в их личной форме как практику более доступную широким массам населения то есть бхакти практика не требующая ни образования ни подготовки там ни каких-то значит необходимости уединенного ретрита и так далее любой человек может поклонение божеству практиковать поэтому в куранах культы бхакти они особенно отражены известный востоковед Георг Ферштейн он называл кураны народными энциклопедиями то есть это тексты которые брамины читали для широких масс народа отсюда литературная художественная форма в виде занимательных историй приключений и так далее есть 18 маха пураны множество более мелких это многотомные очень толстые книги на русский только одна переведена Шримад Багаватам в Гауди Вайшнавской версии она есть кришнаинской а так есть масса других пураны делятся по главенствующему божеству то есть есть вайшнавские пураны шиваитские шактийские и брахманические пураны то есть в какой пуране какое божество больше всего описано и прославляется то есть так мы и определяем то есть в шиваитских пуранах в основном будет рассказываться история о Шиве и Парвате и Шива будет провозглашаться высшим божеством а в вайшнавских это будет Вишну или какие-то его аватары а в шактийских пуранах это будет Дурга или Кали или Лакшми или Сарасвати будет провозглашаться высшим божеством поэтому на западный взгляд пураны противоречат друг другу потому что ну вот западный человек его логика как бы вот эта биполярная она начинает протестовать как же так вот Шримад Бхагаватам говорит что Кришна главный а Шива Пуран говорит что Шива самый главный значит кто-то из них врет да там типа как же так может быть кто же самый главный в итоге вот ну а как я уже говорил еще в самих ведах заложен вот этот принцип что единое начало проявляет себя как вся совокупность божеств поэтому для индийского менталитета все главные то есть как бы это не принципиально для них то есть есть понятие и что Дева это личное божество которому данный конкретный человек поклоняется и для него это божество будет самым главным но для другого человека который поклоняется другому то его божество будет самым главным и они не видят в этом противоречия а западный человек видит это разница культур очень древняя и глубинная разница менталитета если вы почитаете еще гимны в самих ведах то вы увидите забавную деталь если гимн посвящен там богу огня агни там будет говориться агни ты высший из божеств ты космический огонь мы поклоняемся тебе и т.д. и т.п. потом следующий гимн посвящен там соме и говорится что сома ты там объединяешь всех ты даешь мистический экстаз ты высшее божество да там самое высшее из всех да там и потом следующий гимн рудре посвящен да о рудра ты там могучий ты крушишь деревья там разносишь вправь горы там ты высшее божество там мы уповаем на тебя и так далее то есть каждый гимн будет каждому божеству обращаться как сам и прославлять его как самое высшее просто потому что в данный момент они обращаются вот к этому божеству да вот и как бы понимая что каждое божество есть проявление одного единого начала они не видят в этом противоречий да а как бы у нас это все превращается в непримиримые споры такие концептуальные как в интернете кто-то я видел такую картинку не знаю уж кто это сказал вот но она ходит эта надпись в виде картинок значит что такое религиозный спор да религиозный диспут это когда одна горстка космической пыли доказывает другой горстке космической пыли что ее интеллектуальная концепция бога неправильная вот это религиозный диспут называется вот помимо пуран и поэтому в пуране вот они будут всегда прославлять то божество которому данная пурана посвящена вот и каждая пурана будет называть себя в текст что она самая главная пурана а другие пураны там пониже то есть это нужно просто понимать да то есть тогда вы не будете в замешательстве поскольку пураны составлялись вокруг культов пхакти поклонения тому или иному божеству той или иной форме бога а поклонение подразумевает концентрацию именно на этой форме помимо пуран существуют еще сутры и тантры да это тоже шастры то есть тоже тексты считающиеся священными но они носят характер учебников или инструкций сутры это большинство текстов сложнофилософского характера наиболее известны брахма сутры и йога сутры патанжами они переведены на русский язык еще брахма сутры еще в советское время переводили востоковеды вот можете почитать довольно сложный текст посвященный адвайта виданте то есть квинтэссенция философии упанишат в более такой научной изложенной более строгой форме ну йога сутры йога даршина посвящена процессу раджи йоги восьмиступенчатой йога патанжи есть и другие есть прикладные сутры там по стрельбе из лука или кама сутры например искусство брачных покоев вот то есть сутра это в принципе какой-то такой насыщенный учебник по тому или иному виду знаний тантры это как я уже говорил преимущественно тексты описывающие психоэнергетические практики вот и иногда тантры также это тексты описывающие поклонение женским божествам потому что одно из направлений внутри индуизма это традиция шахтов шахта сампродая то есть люди которые поклоняются женским формам божеств для них эти формы самые высшие и их как бы бхавти их поклонение именно направлено вот этих божеств женских дурга лакшми сарасвати и так далее вот 10 махавиди 10 форм богини кали и прочее это достаточно тоже древняя традиция и вот именно в этой традиции тексты тантры в основном сохранялись и передавались вот и хотя они есть и в других школах тоже вот и поэтому многие тантры посвящены поклонению женским божествам ритуальная практика и так далее вот а многие из них это внутренние йоговские практики именно связанные с каналами чакрами и прочее сам даже самый известный трактат который описывает систему чакр называется шахт чакра нерупана и он именно к шахтийской традиции относится из этого трактата знания чакрах перекочевали в тексты о хатха-йоге такие как хатха-йога прадита как хиранда самхита шива самхита и так далее вот и то есть эти знания они вот из шахтийской традиции из традиции шеревидья да одна из одна из традиций внутри шактизма знания о чакрах об энергии кундалини они перекочевали в средневековую хатха-йогу были заимствованы оттуда и стали использоваться естественно до наших дней как бы в полном виде эта тантрическая хатха-йога не дошла то есть возможно она в виде индивидуальных линий передач существует да многие вещи мы можем найти в кри-йоге лахири махасаи например связанные с чакрами с мудрами там кейчери мудрой и так далее то что еще передается вот ну а таких вот крупных школ которые работали по непосредственно этим тантрическим упанишадам вы в Индии не найдете современная хатха-йога уже это модернизированное уже это школы которые что-то взяли как бы из древней хатха-йоги что-то уже ушло какие-то практики были потеряны вот какие-то аспекты практики уже направлены на большей степени на йогатерапию на оздоровление чего в общем-то чем не заморачивались йоги древности да то есть оздоровительные аспекты вскользь упомянут чтобы просто укрепить тело чтобы делать вот эти сложные как бы садханы да то есть сложные практики многочасовые больной человек просто не в состоянии их делать да ну а никакого как бы концентрации на оздоровление в текстах древней хатха-йоги естественно нету их интересовало высшие ступени самадхи да их интересовало освобождение поэтому вполне логично что телу они уделяли ровно столько внимания сколько нужно чтобы в этом теле хватило сил этого освобождения достичь вот современная хатха-йога она во многом упростилась до уровня поддержания баланса тела до оздоровительного оздоровительных целей на которых часто люди и останавливаются это не то чтобы это плохо это вполне нормально но это как бы уже отличается от целей древней хатха-йоги то есть те аспекты которые были начальными в хатха-йоги древних просто необходимы условиями для серьезной практики можно сказать подготовительными эти аспекты в современной хатха-йоге являются как бы собственно конечной целью дальше уже дело не идет часто многие школы хатха-йоги современной даже не занимаются толком пранаянами полностью зациклены на практике асан хотя в традиционной индийской йоге освоение асан было необходимо только для того чтобы подготовить тело длительным многочасовым пранаянам и не более того то есть задача асан была укрепить тело для длительных медитаций пранаян сейчас мы можем встретить как бы школы массу которые пранаянами вообще не занимаются не говоря уже про более тонкие аспекты медитации и так далее это следствие массовости хатха-йоги потому что большинство людей которые ходят на занятия они не готовы для таких практик и не имеют к ним интереса в древности этот вопрос решался просто таким людям которые не имеют интереса они просто не допускались до занятий и все то есть они просто йогой не занимались то есть если такой человек приходил как бы ему говорили ну тебе нужно там оздоровиться ну вот к аюрведическому иди врачу к войди он тебе как бы увеличит а сюда ты что лезешь там ты хочешь кундалини поднимать или что как бы да то есть практики держались в тайне и давались только тем кто реально как бы их хочет делать и может вот это может быть нам легко понять например сравнив ну не знаю с книгами Кастанеды например если вы почитаете как там была система этих магов да то есть они же не брали всех с улицы мало того там вообще окружающие даже не подозревали чем эти маги на самом деле занимаются да вот то есть это крайне узкий круг как бы подготовленных людей куда отбор был очень тщательный и так далее так же передавалось хатха-йога еще в средние века и это видно из самих текстов да Пастанед говорит это держи в тайне это вот никому не говори это вот никто кроме тебя этого гуру как бы да там не должен знать и прочее то вот эти рефрены постоянно в средневековых текстах вы можете найти не из жадности это делалось а из-за того для того чтобы люди достигали успеха в практике то есть ну бессмысленно давать сложные инструменты в руки человеку который не может даже его удержать да то есть ты ему дай там да это сложный инструмент он просто его выронит и все и разобьет ну вот это метафора да как бы ну образно говоря или он поранится этим инструментом палец себя отобьет там или кого-нибудь покалечит там или еще что-нибудь поскольку эти техники действительно были видимо по описаниям очень мощные приносили сверхъестественные способности то естественно они тщательно отбирали кому эти техники давать но в начале 20 века в Индии сложилась такая ситуация что все индийские традиции были под угрозой угасания то есть индийская молодежь ну те которые были имели какое-то образование и возможности понятно что беднота как там возделала свой рис так и возделывала и мы раньше никто этих знаний не давал и там и в современном мире им тоже не до этого они также продолжают свой рис расти выживают просто но те кто имел какие-то возможности под влиянием английской как бы власти они пытались жить западным способом индийская молодежь получала западное образование принимала материалистическое мировоззрение западное и это можно проследить например на судьбе с вами Вивикананда известного проповедника да Адвайда Веданте он ученика Рамакришны знаменитого святого тоже из Калькуты Вивикананда получил образование как английский адвокат он был представителем значит аристократической браминской молодежи вот того времени и как он попал к Рамакришне да то есть ему приятель сказал вот там живет святой он говорит о Боге а это ему сказал да что ты веришь в эти сказки пойдем покажи мне своего святого я его подниму насмех что это за бред типа это все для дикарей ну и так далее то есть он крайне отнесся скептично к этому цинично да и пошел просто чтобы посмеяться над Рамакришной но под влиянием Рамакришны в его присутствии у него произошел как бы катарсис да духовный фактически даже Рамакришна ввел его в состояние спонтанного самадхи просто свою ну своей ну не знаю вибрации скажем да просто сиди рядом с ним и там может быть несколько слов сказал да и Вивиканада осознал как бы да что все не так как он думал и стал одним из наиболее знаменитых учеников и по Рамакришне и продолжателям его дела там и так далее основал эту миссию Рамакришны сети ашрамов там учебных заведений и прочее и в Америку ездил проповедовать и так далее но просто это пример того что многие западные люди молодые образованные индийские молодые люди они под влиянием англичан не ценили свою духовную культуру и считали ее как бы суеверием и учителя индийские вот уже в начале 20 века в том числе и учителя йоги они понимали что есть риск вообще что все это угаснет вот и они начали пропагандировать массово широко это то что раньше никогда не делали и такие мастера как свами Шивананда как Шри Кришна Мачарья да они специально там проповедовали для всех желающих там принимали учеников любых сословий обучали иностранцев там ну Кришна Мачарь мало иностранцев он по-английски не говорил да там у него была интродэви там несколько в поздний период к нему приходила там англичан вот ну а Шивананда например поскольку имел британское медицинское образование он знал очень хорошо английский язык и он проповедовал писал книги на английском специально чтобы расширить свою как бы то есть он понимал что это для всех людей может работать что не нужно ограничивать эти знания там по принципу касты там и так далее в то время как многие индийские учителя вообще брали только брахманов не то что каких-то иностранцев они своих то не брали низкокастов в ученики Шивананда как бы считал что это универсальное знание то есть с одной стороны он не хотел как бы ограничить потому что как последователь веданта он понимал что душа у всех одинаковая и у Шудры и у брахмана и у иностранца та же самая душа то есть как бы он следовал своей собственной философии которая с веками в Индии стала не выполняться уже под влиянием вот этих кастовых предрассудков она как бы ну ей перестали следовать по большому счету многие как бы учителя уже предпочитали как бы вот в своих каких-то значит элитных кругах вот этих кастовых да значит только обучать вот а с другой стороны он понимал что если как бы ну он не будет проповедовать всем то скоро вообще не останется никого кого это интересует вот и то же самое кришномачаре который считал что хатха-йогу нужно максимально популяризировать вот иначе она просто угаснет и так далее и тогда хатха-йога вот благодаря таким учителям она постепенно становится более и более массовой она проникает на запад и еще более массовой становится но вместе с массовостью теряется естественная глубина подхода это естественно люди не одинаковые не могут все там делать эти многочасовые практики каждый день поэтому понятно что происходит редуцирование то есть упрощение какие-то базовые практики остаются доступными для всех а сложные практики постепенно исчезают но какие-то в узких кругах это все как бы вполне возможно практиковать но в общем-то я не вижу в этом большой драмы потому что всегда было мало людей кто практиковал это вот на таком уровне как это описано в шастру их всегда было мало потому что нужно к этому быть готовым этого хотеть это далеко не у всех получается и не всем это надо на данном этапе жизни или в данном воплощении даже то есть нужно спокойно к этому относиться но конечно всегда лучше знать больше чем ничего не знать поэтому мы изучаем тексты первоисточники даже если мы сами например кто-то человек не будет это практиковать но хорошо чтобы он по крайней мере имел представление тогда он будет хотя бы понимать всю глубину которая за этим стоит если вам хочется все это более системно и подробно поизучать то я рекомендую вам такую книгу как энциклопедия йоги Георга Ферштейна это был немецкий востоковед который большую часть жизни прожил в Канаде он к сожалению несколько лет назад умер он сам практиковал йогу и медитацию но в то же время имел академическое образование был санскритологом то есть это лучшее сочетание потому что литература делится на два типа либо это востоковеды пишут либо это пишут представители тех или иных религиозных школ и востоковедов бывает минус в том что у них отрыв от традиции бывают востоковеды чисто кабинетные ученые сами ничего не практикуют но Ферштейн был не такой он практиковал вот и это бывает что в минус идет потому что они какие-то вещи не могут правильно объяснить потому что нет опыта практики чисто интеллектуально они трактуют гипотезы какие-то высказывают вот а в религиозных школах другие минусы то есть они пытаются все как бы ну они пытаются провозгласить главенство своей религиозной школы за счет принижения и отрицания других школ и это тоже как бы перегиб да они тянут одеяло на себя то есть большинство религиозных школ будет трактовать первоисточники как выгодно как бы именно этой школе то есть превозносить свою философию как наиболее правильную и так далее потому что задачи религиозной школы распространяться привлекать как бы последователей и так далее в древней Индии была огромная конкуренция между разными духовными школами поэтому была развита система диспутов и прочее сейчас как бы многие школы они пользуются тем что в массе свои люди не знают как бы первоисточников и они вместо диспутов они устраивают просто телеги гонят веды говорят и начинают что-то от себя нести которую в ведах ты даже в помине не найдешь но поскольку аудитория ничего не знает никаких вед сама не читала но самое смешное что часто эти проповедники не читали даже веды вот судя по тому что они говорят похоже что они даже и не читали а читали как бы литературу своей школы современной комментарии современных учителей которые уже толкуют по-своему все и при этом когда вы будете таким лектором что-то говорить они вам говорят что вы не типа вы не можете как бы говорить о первоисточниках потому что без комментариев вы их не поймете и так далее и тому подобное то есть вам ставят установку что первоисточники вы сами читать не должны а должны слушать из третьих уст уже все это потому что вы сами как бы ничего не можете ничего не знаете ничего не достойно то есть это выгодная позиция значит лишить человека доступа к информации и давать ему информацию которая тебе выгодна да то есть как бы и при значит всячески пресекать его попытки получить информацию как бы более оригинальную и ближе к первоисточнику нужно понимать что это просто разряд манипуляции определенный то есть эти манипуляции осуществляются с целью как бы держать свою аудиторию при себе чтобы они не знали ничего другого то есть только из уст данного конкретного оратора нужно получать информацию а все другое это ложное это искаженное или не работает в колью замечательный значит тоже аргумент что да это было но сейчас кольюга сейчас это не работает почему они решили что они как бы это вправе ну да на самом деле если вы почитаете оно также замутненное и тогда было во всех древних текстах описано как его как бы прояснить это значит что изначально оно было у людей тоже вот не в самом лучшем состоянии иначе этих практик и текстов и не создавали собственно говоря там же еще в югах описывается что там еще и жили полно были не все техники можно было в наших временах мы живем недолго так скажем ну да но это все это домыслы это спекуляции современных людей как бы да в текстах как бы такого ну в самих первоисточниках же не говорится там Йога Сутрах Патанджали что ты должен жить 500 лет чтобы выполнить эту практику успешно там такого нет то есть как бы вот это уже интерпретарь понимаете что религиозные школы все действуют в своих интересах вот и они будут защищать свои интересы то есть нужно это понимать тогда вы можете подняться над этими узкосектантскими как бы интересами да надо мыслить самостоятельно учиться можно у многих но мыслить самостоятельно вот если этого не будет вы не будете развиваться просто вот потому что ну как бы йога это не путь как бы слепой веры я сейчас именно о йоге говорю то есть можно можно делать как бы религиозное поклонение именно как религию да на уровне слепой веры это может быть кому-то достаточно ему хорошо от этого так в чем проблема никакой проблемы но когда речь идет о йоге это это путь как бы над религиозным да то есть вот Хирендра Брахмачаре в книжке Сукшма Вияяма там есть хорошая мантра да в начале что веди меня к знанию йоги да вот обращение к высшему к творцу находящемуся за пределами любой парампы под парампы и там понимается именно вот в контексте какой-то религиозной школы да именно с этой целью по там же ли в йога сутрах говорит Ишвара Господь но он не говорит Вишну или Шива или Кришна да или Ганиш там он использует термин Ишвара Ишвара это просто эпитет Бога к любому имени Бога это применимо да в шиваитских мантрах Шивы называются Ишварой в кришнаитских Кришна и там Вишну Рама и так далее это эпитет как бы высшего существа то есть он специально сознательно не дает потому что это не принципиально для практикующего раджа йогу Ишта Дева это может быть любым то есть это любой образ через который человек концентрируется на высшем начале то есть для раджа йоги это не принципиально вот и это показывает что йога она это метафизическая дисциплина да там есть учения о Боге о душе о карме о вещах которые невозможно доказать как бы материалистическими методами да вы не можете значит рентгеном увидеть атман да вы не можете законами физики доказать что карма существует да всегда как бы что-то совпадет а что-то то есть эти вещи недоказуемы как бы на уровне современных научных знаний это метафизика да поэтому то есть то что над физикой стоит вот но это не значит что требуется слепая вера да то есть метафизика подразумевает получение определенного опыта в ходе личной практики который делает эти вещи из из каких-то значит мистических понятий терминов вашим личным опытом тогда они перестают быть для вас мистикой а становятся частью вашей реальности вот и для этого человек должен развиваться как бы самостоятельно развивать свое сознание в религиозных школах очень часто человеку как бы говорят что будет твое сознание направлять данный проповедник да потому что сам ты не сможешь ты запутаешься ты там ничего не так пойдет у тебя должен быть пастырь который тебя ведет да это не соответствует понятию гуру в йоге потому что в йоге гуру это тот кто делает тебя как бы поднимает до своего уровня и даже будет рад если ты еще выше пойдешь то есть это это другое вот то есть задача 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 практики йоги это самоосвобождение да учитель важен он дает правильные методы он вдохновляет но учитель не для того чтобы он тебя на поводке вел как бы куда-то а чтобы он своим примером показал он самоосвободился и показывает тебе как как ты можешь самоосвободиться то есть смысл в реализации своей собственной атмы да в свою собственную душу в себе раскрыть вот и здесь как бы есть отличие от систем проповеднических систем веры собственно если внимательно почитать то и цели немного разные да то есть системы религиозные основанные на бахте в основном ставят целеполагание попадания в миры в локи того иного божества то есть та же сварга лока там да или то что в ведах было райские как бы миры да вот системы йоги они направлены в широком смысле йоги да они направлены на полное освобождение да то есть здесь человек движется своим путем хорошо на этом мы завершим нашу такую небольшую может быть немножечко спонтанную лекцию но я думаю вам было интересно можно вопрос да сказали мотивация важнее чем сами поступки как йога помогает определить мотивацию чтобы избежать манипулировать ну в этом плане есть конечно предписание да яма не яма что хорошо что плохо во первых большинство людей интуитивно это чувствует но на помощь им приходит предписание также когда я говорил про это про мотивацию я говорил про то что нужно осознавать да это не значит что если человек сдуру там других замочил да то ничего ему не будет потому что он чистосердечно верил что он их всех к Аллаху отправил взорвавшись вместе с ними это не в этом смысле скорее это иллюстрирует такая история известная которая часто встречается и она и в Пуранах наверняка где-то описана ее многие индийские мастера пересказывали что гуру сидел сидел йогин садху под деревом и он соблюдал множество обетов в том числе значит что он садху что он никогда не лжет и бежал человек который спасался от разбойников залез на это дерево спрятался в кроне прибежали разбойники говорят ты не видел тут чувак бежал да и вот этот йог думает что если я им скажу что не видел я нарушу свой обет сати да а я а я я а я всю жизнь держал эти обеты и если я до самой смерти их продержу то уж точно у меня будет освобождение да такая суровая аскеза и так далее неужели я из-за этого человечка мало ли чем там вот у него там это его карма там за ним там я буду значит портить себе всю свою аскезу да и он сказал правду я же ну правду скажу я же не то что я кого-то оклеветал там и так далее да всего лишь сказал правду что вот он там сидит того достали замочили значит все и этот аскет как после смерти значит вместо мокши его там ямадуты слуги бога ямы значит тащат значит преисподню и он говорит да за что я же все соблюдал ни разу я ничего не нарушил да то есть вот они говорят а вот того чувака помнишь его из-за тебя убили из-за того что ты так был обеспокоен своей аскезой что то есть на самом деле корыстная мотивация да то есть вроде бы все благородно чинно на самом деле он из своей корости из своей жажды освобождения подставил другого человека под страдание да то есть вот в этом более глубоком смысле мотивации то есть насколько эта мотивация действительно помогает живым существам или нет вот не то что нам самим хочется или мы считаем правильно мы должны анализировать не только со своей колокольни но и в целом смотреть также в гите говорится например о сотвичных действиях разжасичных и томасичных да что например благотворительность или милостыня может быть сотвичной когда бескорыстная помощь да достойным людям на достойные дела может быть разжасичной то есть эта помощь может быть действительно по делу но она сделана с целью на показ это сделать что вот я пожертвовал там вот мой детский дом я отстроил там и так далее детям это действительно помогает но мотивация человека как бы показать всему миру что какой он значит благородный и так далее это дает разжасичный плод то есть смешанный нельзя сказать что он не получит пользы да с этого потому что он все равно помог детям но он получит это в раджесе то есть ему придут материальные блага но не придет как бы просветление грубо говоря да то есть он сколько заплатил потратил на хорошее дело ему столько вернется с другого источника например он в два раза больше заработал и так далее то есть в раджесе потратил в раджесе получил вот атомасично если там человек там профессиональному нищему дает который там мафия нищих калечит детей там да и так далее ставит их попрошает то есть он наоборот поддерживает эту индустрию то есть еще хуже только он сделал или там бомжу дал бутылку водки чтобы тот купил тот и так спивается он еще ему дал жалко же человека но эта жалость как бы она ни к чему не ведет да то есть как бы она не идет в зачет как благоприятное действие он наоборот только спонсирует как бы деградацию и то что ему жалко это как бы ну делу не поможет то есть в этом плане мотивация идет в зачет то есть если человек искренне заблуждается да он может быть не будет так отвечать но если он из искреннего заблуждения кого-то там убил то ему все равно придется расплачиваться да вот то есть вот эти принципы они призывают осознавать очень четко и анализировать что ты делаешь зачем как бы и ради чего вот в этом плане мотивация да то есть понятно что каждый все равно будет заботиться в первую очередь о себе да это естественно для человека очень трудно это преодолеть но но есть скажем ну то что русские писатели типа Чернышевского называли разумным эгоизмом да то есть когда человек он естественно за себе заботится то есть потому что это свойственно человеческому существу в принципе от природы но по мере возможности он помогает да другим но помогает осознанно понимая то есть что он делает для кого и зачем то есть это может быть наиболее ну доступный скажем способ да потому что матерью Терезы там не каждый может стать да или такими людьми которые вообще только не для себя живы вот но и они тоже не все так просто да если там почитать дневники матери Терезы там что она почему ее не признали святой да нашли ее дневники где она сомневалась там что все ли она там вообще есть ли бог вообще там и почему так вот много несчастных обездоленных то есть она делала да много очень хорошего но ей это не давало как бы вот ну как условно говоря просветление да она продолжала в метаниях находиться душевных вот именно поэтому карма йоги вот с точки зрения вот йоговской да системы карма йога это хорошо но ее недостаточно то чем она занималась это карма йога она приносит большие благие заслуги но она может не принести как бы реализации осознавания полного вот потому что все это остается на уровне внешних действий а более тонкие уровни сознания не включаются то есть сострадание это хорошо но этого может быть недостаточно для освобождения вот с точки зрения именно системы хорошо давайте сделаем небольшой перерыв и сделаем практику с п по и вот 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 с кон вот